Всем привет! Вот так вот у нас сейчас проходит карантин в Израиле, а именно в городе Нетания. Все гуляют, все отлично, все открыли, солнечно. Маски здесь одевают люди приспущено, то есть уже судя по маскам видно, что народ немножко расслабляется. А мы с дитятями идем, с женой с дитятями идем на море. Говорят, что с моря здесь всех гоняют, но на самом деле, на самом деле здесь я еще этого ни разу не видел. Видимо, где-то в других городах собирались злостные нарушители и как раз в самый пик эпидемии, наверное. Но я уже купался и уже купался не один раз. Вот так вот у нас выглядит побережье. Никого нет, ходят единицы и кто-то купается. Этим кто-то, скоро буду я. Все отдыхают, сидят на травке. Рестораны пока здесь закрыты. Но, но, можно заказывать что-нибудь с собой. Типа пицца ту гоу, кофе ту гоу. В общем, все пока здесь ту гоу. О, отлично. Куча серферов собралось. Огромная. Вон они там все плавают. Ловят волну. Надеюсь, они акул не заразят. В общем, в Израиле у нас на сегодняшний день все очень тихо, спокойно. Все на позитиве. Какого-то негатива я не вижу. В общем, все очень круто. Какой-то дяденька махал рукой, чтобы я его не снимал. Ну, не переживай, дядя. Не буду тебя снимать. В общем, в Израиле все отлично. А с сегодняшнего дня в Израиле разрешили уже бегать не больше 500 километров от дома. Уже неограниченное количество расстояния. То есть, можно сколько угодно бегать по Израилю, спортом заниматься. Я уже вижу, что тут детишки во всю играют на детских площадках. Скоро уже, кстати, уже в садике разрешили ходить в Израиле. Но надо отдать должное, что здесь люди достаточно сознательно себя ведут. И не собираются толпами. Есть, конечно, небольшие прецеденты. Но в основном здесь все в этом плане спокойно и отлично. Еще, когда смотришь разные видео с Индии, какой там же скач происходит, то, конечно, здесь диву даешься. Хорошо, что здесь не так. Конечно, в новостях показывают различные истории про Израиль. Но в основном это маргинальные случаи какие-то. Когда там совсем уже гопники какие-то, которые есть в любой стране мира. Они собираются и планомерно нарушают закон. Но лично я такого вот сейчас здесь не вижу. По крайней мере, я могу говорить за тот город, в котором я живу. Так что здесь, конечно, все очень хорошо, красиво, цивильно. Вот, посмотрите. Вот такие вот у нас здесь пейзажи, виды потрясающие. И спокойно гуляющие люди. В общем, Израиль потихонечку выходит из карантина. И уже, я думаю, что к середине мая Израиль вздохнет полной грудью. И уже все заработают. И больше люди уже не будут заморачиваться по всей этой карантинной теме. И, кстати, самое удивительное, что Израиль, как только узнал, что происходит где-то пандемия, ну, в Китае, они сразу, увидев у себя 100 заболевших, ну, может, чуть больше, моментально привели в действие карантинные меры, все позакрывали и ввели жесточайший режим самоизоляции, ну, режим карантина. И из-за этого в Израиле самое низкое количество, одно из низких количеств заражений в мире. И очень быстрый выход произошел из карантина. Поэтому, конечно, израильские войска здесь сработали очень-очень-очень дисциплинированно. То есть такой дисциплины, конечно, можно такой дисциплине позавидовать. Вот, так что Израиль входит, по-моему, на 33-е, что ли, место из всех стран мира по количеству заражений. То есть здесь где-то около 9-10 миллионов человек в Израиле. Но при этом, если бы они не сработали так быстро, возможно, количество заражений и смертей было бы больше. Ну что, пойду купаться. Всем хорошего настроения и держитесь. Выходите из карантина все и не унывайте, самое главное. Здесь также в Израиле люди сидели безвылазно где-то около двух месяцев. То есть за счет двухмесячного жесточайшего карантина и ограничений Израилю удалось выйти из всей этой ситуации. Всем пока!